Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачной Радости со Светланой. Мы с вами находимся в моей поликарбонатной теплице, где я расставила вазоны, свои 12-литровые, для того, чтобы наконец-то высадить в них свои ампельные петуньи. Сегодня 1 мая. Ампельные петуньи уже кричат, просят о пересадке, потому что корневая система заполнила весь объем пол-литрового горшочка. По идее, оптимально было бы пару раз перевалить петуньи, прежде чем высаживать вот в эти вазоны. Вазоны эти по 12 литров. Для серии Шок, Опера, Изи – это хороший объем на одно растение. Но просто высаживать вот в такой 12-литровый объем и поливать, получается очень много пространства, неосвоенного корнями, которые будут просто замокать. И вот я придумала еще в прошлом году такой способ. Вот посмотрите, сейчас я буду переваливать свои петуньи в этот вазон, но при этом ограничивать пространство вот таким 2-литровым горшочком. Что я для этого делаю? Я беру утеплитель. У меня это изолон. В нашем городе его продают. Оборачиваю его вокруг вот этого горшочка вот таким вот образом. И, не досыпая грунт полностью, вот здесь вы видите в вазоне, вставляю горшочек с утеплителем внутрь вазона. Вставляю, уплотняю почву и вынимаю горшок. Вот в результате получается такая вот прекрасно сформированная емкость. Горшок в горшке, с помощью которого мои петуньки сейчас получат перевалку из пол-литрового в 2-литровый объем. Я не буду уже показывать, как я вставляю свой горшочек в этот объем. Не буду задерживать. Ваше время в перевалке нет абсолютно ничего сложного. Подсыпать вниз почву и по бокам подсыпать и полить. Что самое главное во всем этом? Это главное в том, что поливать я буду строго вот в этот объем ограниченный. Весь оставшийся объем, он будет сухой стоять. И корни будут расти гораздо быстрее. Мы знаем, что в любом ограниченном объеме корни растут быстрее. И когда мы переваливаем в больший объем, то оптимально, когда этот объем больше на 2 пальца по краям. У меня именно так и получилось. Из пол-литрового в 2-литровый объем. Мои петуньки радуют цветочками, но это совершенно неправильно. Я просто не успеваю иной раз настолько быстро они образуют цветы. А почему это происходит? А происходит это исключительно потому, что они торопятся дать потомство. Объем очень маленький. Не хватает ни кормежки. Корням расти некуда. И поэтому они быстро-быстро завязывают цветы для того, чтобы дать семена. Сейчас я оборву все цветы обязательно. И кроме этого еще и оборву на уровне не просто цветочков, а все верхушки оборву. И подкормлю свои петуньки. Для начала азот содержащим удобрением. Скорее всего это будет мочевина. Одна чайная ложка на ведро воды. Для того, чтобы быстрее наращивалась вегетативная масса зеленая, без всякого цветения. Опрысну Байкалом примерно через недельку. Для того, чтобы наши растения стали здоровее. А потом буду подкармливать комплексным удобрением. Ну а когда придет время цветения, то буду делать упор на удобрение калийно-фосфорное. Сейчас, кстати говоря, после того, как подкормлю азотным удобрением, я опрысну все растения монофосфатом калия. Это тоже вызовет бурный рост корней. Вот и все, что я хотела рассказать. Способ хороший. В прошлом году я его проверяла. После того, как через 2 примерно недели петуния заполнит даже раньше весь этот объем корнями, это уплотнение, этот горшочек самодельный, я его просто выдергиваю, и петуния растет дальше. И поливать я буду уже весь вазон. Попробуйте, не пожалеете. Если у вас вазоны большие, а для оперы, например, можно и 20 литров, то можно сделать второй объем чуть пошире, выдернуть первый, и пусть петуния растет до второго объема. В общем-то, все это сделать несложно. Все это сделать можно. Но способ хороший. Будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего и красивых вам цветников. Спасибо. 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 Спасибо.